В регионе работают 1785 постоянных избирательных участков и 17 временных. За процессом следят свыше 5000 общественных наблюдателей, 60% из которых представители молодежного сообщества. На каждом участке по несколько человек. Мне важна судьба нашей страны. Я поэтому решил стать наблюдателем, чтобы выборы прошли честно, потому что Государственная Дума является нижней палатой парламента, одним из главных органов нашей власти. Мы надеемся, что все пройдет спокойно и без нарушений все-таки. Затем, чтобы не было нарушений, активно следят и представители старшего поколения. Лидия Тимофеева давно занимается общественной деятельностью и не первый год приходит на выборы в качестве наблюдателя. Травится, ночью дома сидеть. Я пенсионерка, дома сидеть это, как говорится, очень плохо. Наблюдаю, чтобы не было сброс бюллетней, но чтобы не уговаривали, за кого голосовать однозначно. Никогда не было, абсолютно. Каждому избирателю на участке дают четыре бюллетени для голосования за кандидатов в Государственную Думу и областной парламент. При опускании в урну может показаться, что кипа бумаг не что иное, как вброс. Поэтому приходится внимательно смотреть, чтобы убедиться, что это сложенные бюллетени, а не дополнительная пачка. Приходится следить и за тем, какие бумаги выдают. Для того, кто взял открепительный, есть нюансы. Мы находимся в Волжском округе по губернской думе. Если у него прописка вне, то он не может голосовать за одномандатника. Следовательно, важно не допустить ошибку, не выдать лишний бюллетень. Много голосует по заявлениям прикрепленным, которые по госуслугам крепились через ТИК, через участковую избирательную комиссию. Наблюдателей много, кандидаты пришли, контролируют процесс. Ну, в общем, вот такое, все в обычном режиме, поэтому как должно быть. После восьми вечера на участках все бюллетени перекладываются в сейф-пакет, в том числе из переносных урн для тех, кто голосовал на дому. Составляется акт, все сейф-пакеты убирают в специальный ящик и опечатывают. 19-го числа, после закрытия избирательного участка и объявления о закрытии его, сначала мы будем распечатывать сейф-пакеты за 17-18 число, потом будут переносные урны распечатаны, потом, которые будут 19-го числа, потом стационарные урны. Все это распечатывается, сверяется с актами, смотрится на целостность, что ничего нигде не нарушено, после чего начинается подсчет сначала по Государственной Думе, потом по губернской. Напомним, что общественный штаб независимого наблюдения за выборами был создан в Самарском регионе в марте. В рамках подготовки к выборам состоялось более 70 семинаров, на которых прошли обучение свыше 5000 человек. Наблюдатели – доверенные лица штаба. Они заинтересованы не в том, чтобы победил конкретный кандидат, а в том, чтобы выборы прошли честно и в соответствии с законом. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, Светлана Кудрявцева, Светлана Кудрявцева, Светлана Кудрявцева, Светлана Кудрявцева, Светлана Кудрявцева. Продолжение следует...